Музыка И Южная Корея Что ждать от Южной Кореи в этом финале никто не знает, учитывая, что Че Йон Со в Кубке мира себя проявляла, но чемпионат мира это другое испытание, где каждый может на примере МакАртура перегореть Она тоже была лучшей, как и МакАртур в полуфинале, но это отнюдь не означает, что она выиграет финальную трассу Сейчас все спортсменки смотрят трассу, они так же, как и мужчины, не видели попытку Наталья И 5 минут 1 секунду потратила Лаура Рагора, соответственно, на 43 секунды хуже Но, действительно, в полуфинале у них и у Рагоры, и у Гроссман были топы Соответственно, сейчас считается по времени прохождения дистанции И выше стоит Наталья Гроссман Сейчас она без 5 минут двукратная чемпионка мира, друзья Вот сенсационно и с такой драматургией развиваются у нас события, что хочется, чтобы эти соревнования не завершались, не заканчивались А самое удивительное, что это место очень тяжелое, мы уже посмотрели на примере трех участниц финала И у Сео есть Ча Юн Ча Юн Сой сейчас будет с хорошим ростом, я говорил, что это ростовая спортсменка относительно соперниц 162 сантиметра Бороться за золото, но неужели у нас Наталья Гроссман, что значит, неужели было бы здорово для самой спортсменки Мы бы ее от всей души поздравили, стала двукратной чемпионкой мира Помните, как переживали за Мешкову? Это сложно на одном турнире выигрывать медали в совершенно разных дисциплинах И физически, и психологически, но это здорово Выступление корейской спортсменки, победительницы полуфинальной сессии утренней Ча Юн Со Венчает наш прямой эфир на телеканале Матч Страна Собственно, это выступление венчает и весь чемпионат мира в Москве, в Лужниках, во дворце гимнастики Ирина Вина-Русмановой С четверга по этот вторник велась интереснейшая борьба на турнире в трех совершенно разных дисциплинах Скорости, лазанье на скорость, в болдеринге и в лазанье на трудности Особняком, но по статусу не уступающим этим соревнованиям стоял чемпионат мира в рамках этих соревнований пара скалолазания Там свои медали ребята разыграли, очень обидное четвертое место Майорова, бронзового призера 2018 года, российского пара скалолаза Но в любом случае мы насладились и их работой, невиданной храбростью, волей к победе И вот этим внутренним стержнем, когда ты не сдаешься, когда тебя привозят на коляске, а ты лезешь Ноги не работают, а ты побеждаешь Это такое уважение, такой низкий поклон Еще раз хочется всем пара скалолазам, кто выступал здесь независимо от страны, от флага, честь которой они защищали Все молодцы, все герои Но у нас последняя участница, и пока все делают уверенно, четко, технично На этом участке никто не срывался Из предыдущих участниц И здесь Ну корейцы сейчас, затаив дыхание, следят за своей соотечественницей Она идет по результату ближайшей соперницы Это наша Динара Фахрединова, 32 с плюсом у Динары Ну, мы с вами разговаривали, что в корейской сборной, в женской ее части Сейчас нету лидера Яны Ким, которая родила ребенка И ушла в декрет, и не факт, что вернется Вернется, да, потому что она, в принципе, тоже уже очень давно выступает, как и Анагучи И здесь для них это свежее дыхание, вот эта вот молодая 17-летняя спортсменка Вот Сейчас посмотрим, очень интересно, как она в этом месте отработает Тон, которая стала легко дотягиваться Вот они, пару сантиметров И тут дотягивается Такое место будет у спортсменки из Южной Кореи Мы узнаем через 2 минуты А даже, наверное, и быстрее Потому что... Пропустила она оттяжку, вернулась назад На это потратит силы Видите, что-то с плечом левым у корейской девушки Подстраховывается тейпами, да? Да, может быть, просто поднагружена Может, какая-то застарелая травма Ох, на грани дотягивается Но дотягивается Берет зацепку Увереннее И сейчас, главное, не... Да И уже это первое место Ну, наверное, сейчас Наталья Гроссман поняла, что золото от нее уплывает И уже уплыло Вопрос в том, что серебряная медаль, это тоже очень... Очень круто Очень крутой результат И не будем забывать, что нам бы хотелось увидеть топ Последней же попытки, последней участницы Здесь, на чемпионате мира Девочки сделали 2 топа в полуфинале Но не было в финале топа Ой, какая молодец И сейчас этот переход Это виртуозная техника Из последних сил И вот тут вот надо подержаться Пассивный финиш Берет Друзья, Че Йон Со Из Южной Кореи Уроженка Сеула Прямо сейчас на наших экранах Становится чемпионкой мира По спортивному скалолазанию в Москве И приятно, что она это символично делает С топом Единственная участница, которая дошла до самого верха Она заслужена первая Все остальные 7 участниц Ей аплодируют Я думаю, это даже можно делать стоя Потому что при такой нагрузке эмоциональной Когда от тебя зависит От твоего пролаза Судьба всего комплекта медалей В том числе твоя победа Она вышла с лучшим рейтингом из полуфинала Победив там всех Отличную квалификацию позавчера прошла Она хладнокровно Просто вот Непоколебимая была Эмоционально очень уверенная И сильная спортсменка И на следующей олимпиаде Вот вы меня спрашивали про Яню Гарбет Что у нее Гроссман соперница главная А вы знаете, если так В таком духе будет эта кореянка работать Она и Славянку порвет В трудности, да А на болдринге Пока нет подающихся результатов А я знаю, что многие те Кто занимаются трудностью С возрастом могут Вот если пошло, значит пошло И начинается здорово в болдринге Все, вы сами это знаете, Илья? Ну, великолепные результаты Очень приятное лазанье Прям всем фанатам скалолазания Пересматривать Как в концовке она собиралась На последние перехваты Располагая свое тело И аккуратно делая эти движения По самым плохим зацепкам на трассе Что есть Ну, а в итоге Джессика Пилс С результатом 36 плюс Остается без медали А серебро и бронзу Разыграли между собой Наталья Гроссман США и Лаура Рогора Итальянка У них одинаковый Идентичный результат По 37 зацепов без плюса Но у них было по топу В полуфинале И несмотря на то, что Рогора была выше Она вторая, а Гроссман третий Их поменяли местами Потому что Дамы и господа Дамы и господа Бронзовая медаль Бронзовая медаль Вручается представительнице Италии Лаура Рогора Наталья Гроссман Серебряную медаль Завоевала представительница Соединенных Штатов Америки Наталья Гроссман Голд медалист И победитель Лид Ворлд Чемпионшип 2021 Репрезент Корея Сеу Чайхен Золотая медаль И победа В чемпионате мира По скалолазанию 2021 Присуждается представительница Южной Кореи Чайхен Сеу Дамы и господа Мы просим вас встать Звучит государственный гимн Южной Кореи Хорошее выступление В этом сезоне Если кто-то следит За международными стартами За этапами Кубков мира Динара Динара Довольно успешно выступает Несколько раз Она попадала в финал По-моему Она четвертая Была на этапе Кубка мира В шаге От федестала Четвертая Она точно Остановилась Ну а как все знают Этап Кубка мира Это как маленький Чемпионат мира Потому что туда тоже Приезжает очень Очень много Участников И все остальные Все основные Противники Они там тоже Есть Так что надеемся Сегодня на Супер-пупер Результаты Которые Мы комментировали С вашей коллегой По сборной Другой Участницей Нашей Первой сборной Чемпионкой Европы Кстати говоря Здесь же На Турнире Здесь же В дворце Екатерина Борощук И вот теперь Ваш дебют Состоялся В эфире Как комментатор Мне кажется У вас все Прекрасно получается Большое вам спасибо Елена Спасибо вам Да нет Это конечно Очень интересный опыт Мне приятно Ну по другому Конечно И людям Слышать Спортсмена У микрофона Это всегда Приятно Потому что Вы всегда Расскажете о том Что мы не знаем По крайней мере Даже Своими словами Объясните Как человек Проходит трассу Давайте вместе Прокомментируем Финальную участницу Она представляет Команду Южную Корею Вообще Южная Корея Здесь Без медалей Пока Но у этой девушки Есть шанс Бросить вызов Чо Йон Со зовут ее И Гроссман И Рагорь Я прав? Да Я думаю Что это главный конкурент Три девчонки Скорее всего Это тоже Нацелено На топ Как происходит восхождение Вот Что здесь Делает По вашему Я говорил Про свою технику Которая есть У этой корейской девушки Большая легкость Но в трудности Может быть Сразу она не бросается В глаза Зрителям Которые впервые Смотрят спортивные Скалолазы Так что Передаю вам Право комментирования Именно вот Технической части Прохождения дистанции Хочется посмотреть Как клиент Это будет делать А вы Комментируете Да Нет Она конечно Видно Что свеженькая Что у нее еще сил Очень много И как раз Как вы говорите Легкость движения Просматривается И Она у нее Скорее всего Остается до конца Потому что Вот опять же У нее Очень огромный Запас Выносливости Человек Который стабильно Попадает в финалы Стабильно В призы Даже Скажем Кубков мира Конечно Спорить Не для О том Какие у нее Огромные Силы И Думанство Поэтому Остается Наслаждаться Как она Половненько Передвигается Как она Елена так вздохнула Говорит Ох Конечно Хотелось бы Елене Коросовской Быть в финале Но мне На самом деле Нравится ваша Позиция Вы не унываете Совершенно не расстраивайтесь Этот спорт Сегодня Ты можешь выиграть Завтра проиграть Без падений Не бывает взлетов А учитывая Что Вы не то что Проиграли Вы показали Достойный результат В середине Турнирной таблицы После того Как было четвертое В Болдеринге Конечно сложно Было восстановиться Будем болеть За Динару Фахрагинову Наверное Сегодня ее день Хорошее настроение У Динары Она чувствует Поддержку Всех Зрителей Вечером Будет аншлаг Если кстати говоря Есть у вас возможность Уважаемые телезрители Приезжайте В Лужники В дворце Гимнастики Ирины Усмановой Проходит чемпионат мира И сегодня вечером Насколько я понимаю Билетов в продажу Уже нет Но дополнительные квоты Может быть для зрителей Будут Хотим поддержать Нашу сбору Да и Как я и говорила что действительно нахождение в зале, то есть да, ты можешь болеть за наших спортсменов через трансляции, это очень прекрасно, и потом после пролаза уже, когда ты приходишь, ты видишь, что люди за тебя валяли, за тебя смотрели, это мотивирует на работу дальше, но все же, когда болельщики находятся именно в зале, это просто такая мощь, такая энергия от них поступает, что в принципе тебя подталкивают такие, давай, давай, еще чуть-чуть, и это дает силы, я не знаю, как это конкретно, психологически работает или что? Да, 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 я понимаю, о чем вы говорите, это, кстати говоря, касается не только спортивного скволазания, а вообще любого вида спорта, где без зрительского внимания очень сложно обойтись. Я слышал про то, что сами скволазы не всегда любят, чтобы зрители аплодировали, и это отвлекает. Вот здесь, на чемпионате мира, очень много активных, эмоциональных зрителей, вы, наверное, тоже слышали. Это помогало или мешало? Я думаю, что это зависит от человека, мне конкретно это очень помогало и заряжало на какую-то борьбу дальше, даже если ты чувствуешь, что у тебя вообще нет сил, они откуда-то вернутся. Вот так же, как взялись у Гроссман и Рагоры, вот так два топа в женской сетке соревнований, и, возможно, будет третий, вот кореянка их вперед не хочет отпускать. Посмотрите, как сейчас она прижимается к стене, нужно равновесие, да, на этом участке трассы? Я думаю, что она сейчас спокойненько, аккуратненько в этот момент должна пройти, потому что это чисто на расположении сейчас уже. То есть, да, ты, наверное, за всю трассу забился, но... И вот, левой рукой, как и предыдущие участницы, туда брались до топа Гроссман и Рагора. Кореянка делает тоже топ, очень хорошо она ответила своим соперницам. У нас будет борьба за медали между Гроссман, Рагорой и этой корейской девушкой. Плюс, не будем забывать, рядышком Брука Рабиту и среди восьми финалисток Динара Фахридинова. Итоговую таблицу обязательно вам сейчас покажем, чтобы уже окончательно определиться, кто эти восемь, да, Елена? Да. Потому что там очень плотно. Одинаковые результаты показали шесть спортсменок. И именно по результатам квалификации кто-то из них стал выше, кто-то ниже. Вот для чего нужно еще и в квалификации выкладываться на максимум. Хотя многие раньше говорили, да попал в финал, полуфинал, и хорошо. А эти результаты очень часто становятся краеугольными, решающими. Да, бывают разные ситуации, бывают шансы. Ждем таблицу итоговую и будем завершать нашу прямую трансляцию из Лужников. Анонсирую вечерние финалы 19.55. И, соответственно, позже, уже после мужчин, женские финалы. Очень будет все ярко. Друзья, это мир спортивного скалолазания. И самое главное, что чемпионат мира, который в четверг стартовал, у нас были первые медали в скорости, серебро Юлии Каплиной. Потом много четвертых позиций. И вот так вот вторник наступил. Мы чемпионат мира завершаем. И завершаем наши прямые эфиры. Спасибо нашей слаженной команде, Матч ТВ, всем, кто работает на этом турнире и всем нашим зрителям. Итак, три девушки с топом. Таня Японка Нацуки на четвертый месяц 41+. Джессика Пилс, сильнейшая австрийская девушка на пятом месте. И Динара Фахридинова с седьмым результатом попадает, друзья, слава богу, в финал. Что, увы, не получилось у Виктории Мешковой из Свердловской области, чемпионки Европы трехкратная. Она пятнадцатая. И у Елены Красовской. Друзья, болеем за сборную России. Леонид Народицкий, ваш комментатор. Елена Красовская, наш сегодняшний эксперт. Спасибо. Спасибо. Спасибо.